Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня будем красить велосипеда и вилку велосипеда. Для этого возьмем крупную наждачку и предварительно почистим от ржавчины. Дело в том, что рама достаточно ржавая. Поснимаем основную ржавчину и вскроем преобразователя. Предварительно мы поснимали все болты, все крепежи и получилась рама голая. И вот так вот ее по-быстрому обрабатываем. Наждачку вначале покрупнее берем. После того, как мы обработали раму шкуркой, старую краску сняли ножичком. Хорошо снимается. Но на обработку ушло где-то часа два. Вы можете очень легко и быстро снять старую краску с помощью резака автогена. Поснимал, и она моментально потом обезжирил. Итак, дальнейшие наши действия. Нам необходимо избавиться от ржавчины. Для этого мы используем преобразователь ржавчины на фосфорной кислоте. Он не смывной. Но, почитав инструкцию, тут написано, что перед преобразователем нам надо это все обезжирить. Для обезжиривания мы используем обычный аспирид. Итак, поехали. Промазываем хорошо, обезжириваем. Делаем как по инструкции. Придумывать ничего не надо. Вот так вот потихонечку сейчас все обезжирим. и затем преобразователем ржавчины покроем. После того, как мы обезжирили раму, будем скрывать ее преобразователем ржавчины, не смывной. Для этого взяли рукавичку, средство защиты. Желательно использовать очки, чтобы в глаза не попало, потому что у нас фосфорная кислота. И преобразовываем. потихонечку аккуратненько мажем. После того, как мы раму вскрыли преобразователем ржавчины, по инструкции даем ей высохнуть пару часов. Должен появиться характерный белый налет, который затем вытрем тряпочкой. Цена преобразователя 30 российских рублей. Ушло у нас его грамм 200. Прошло два часа, выступила кое-де белая типа соли. Немножко тряпочкой протираем и теперь можно грунтовать. Грунтовать будем кисточкой, а потом все неровности финишной наждачкой все сточим и будет все отлично. Если есть желание, можно купить грунтовку. Она будет стоить 120 рублей с баллончика и задуть с баллончика. Тогда чуть-чуть надо будет пошкурить. Погрунтуем и оставим на сутки, пусть сохнет. А завтра пошкурим и продолжим покраску. Все места вот эти узлы хорошо прогрунтовать. Грунтовку используем. Грунтовка Rollax Premium прямо на ржавчину. Эта грунтовка может быть совместима не со всеми красками. Так что надо необходимо почитать инструкцию, чтобы потом краска финишная не повздувалась из-за несоответствия грунтовки и краски. На следующий день, когда грунтовка полностью высохла, берем шкурку финишную, самую меленькую или нулевку, как говорят. И по грунту его погладим. Сделаем гладеньким и потом будем задувать уже окончательно финишной краской. Раму погрунтованную пошкурили нулевкой, убрали все мугорочки, все неровности, вилочку тоже пошкурили и теперь надо последний раз это все дело обезжирить непосредственно перед покраской уже. Обезжириваем обычным аспиритом, все как обычно. и так получился вот такой велик желтенького цвета. По поводу покраски необходимо особо пристальное внимание уделить совмещению грунта и краски. Дело в том, что грунт может не подойти под краску. Вот в нашем случае тоже грунт стала разъедать краской и немножко подорвала краску. немножко ближе подведу, видно помозни. поэтому надо прежде чем красить или где-то потренироваться на каком-то месте, ну не на велосипеде, а где-то отдельно покрасить грунтом, а потом краской и посмотрим, посмотреть, как будет реагировать грунт с краской. Велосипед обошелся нам весь ремонт плюс покупка рамы все вместе. 4,5 тысячи рублей это многовато, но мы поставили задний перекидыватель Шимано нормального качества, моноблоки наперед поставили, взяли хорошие тросики и чехлы на перекидыватель из нержавейки. Потраченная сумма на ремонт велосипеда это только за запчасти. За работу конечно мы не считали. Если вы будете делать не сами а кому-то заказывать, то конечно к этому еще надо прибавить некоторый процент который потребуется на работу. Дальнейшие действия надо поменять обода, поменять переднюю покрышку, поменять сидение если будет на то желание. Это еще будет некоторое количество денег. На данном случае мы выполнили то что мы задумывали сделали велосипед достаточно качественно ходовую и он будет еще работать какое-то время. И учесть то что у нас уходит на проезд более 8000 рублей за 9 месяцев то эта сумма 4500 рублей у нас уже окупится грубо говоря через полгода велосипед нам получится что он достался бесплатно так как мы не будем тратить деньги на проезд и остальные полгода можно еще вложить 4500 в следующих видео вы увидите как мы будем настраивать задний перекидыватель передний перекидыватель тормоза каретку то есть все то что надо для того чтобы велосипед хорошо ехал и все хорошо работало если вам это видео оказалось полезным ставьте пальцы вверх лайкайте с вами был Жигулов Алексей до скорой встречи пока